Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, программа «Наши все». Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, это «Наши все». В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Дима, что-то ты расфилософствовался и заговорил словами нашего великого классика Ивана Сергеевича Тургенева. Эти строки, кстати, сейчас стали практически хрестоматийными. Ну а как же иначе? Великому народу великий язык. Соглашусь с тобой. А также добавлю, что язык очень хрупкая субстанция, которую нужно беречь. Вот я до сих пор и не совсем понимаю, как это делать продуктивно и грамотно. Ну на том мы с тобой ведущие программы «Наше все», которая является развлекательной и познавательной. И наш с тобой долг сегодня разобраться в вопросе, как же сохранить русский язык. Да, друзья, сегодня с вами в студии Дмитрий Челиков и Кристина Радченко. И мы начинаем. Правильно ли, что русский язык всех труднее и как обучают иностранным языкам, узнаем. Взрыв корень и все ли знают правильные значения слов, проверим. Где чаще всего допускают ошибки горожане и грешит ли неграмотностью реклама? Поговорим. В чем преимущество русского языка? Мини-урок проведем. Правда ли, что русский акцент пугает? Выясним. Язык сломать можно. Или как иностранцам дается русский, услышим. Генеральный партнер программы – компания «Энерготехника». Участвуй в акции с 1 апреля по 15 сентября и выиграй кондиционер. Комсомольская, 28А. Телефон 231-414. Партнер программы «Автошкола ДОСААФ». Только в мае в честь Великой Победы обучение на категорию «Б» всего за 30 тысяч рублей. Партнер программы «Компания Инесс». Закажи кухню, получи жалюзи в подарок. Партнер программы «Магазин Мясной». Спешите приобрести мясо по приятным ценам. Партнер программы «Авторская студия мебели». Мягкая мебель для дома и офиса от классики до авангарда. Авторская студия мебели. Душа вашего дома. Партнер программы «Выставка восковых фигур. Невероятно, но факт». Мы ждем вас ежедневно с 30 апреля в городском музее. Дима, ты, наверное, знаешь, что русский язык относится к крупнейшим языкам мира. По числу говорящих на нем он занимает пятое место после, угадай, какого. Наверное, это будет китайский, потом английский, хиндий и испанский. Русский язык – один из официальных и рабочих языков ООН. Число говорящих на русском языке – около 180 миллионов человек. Да, но сама история происхождения русского языка уходит в глубокую древность. Примерно во втором тысячелетии до н.э. из группы родственных диалектов индоевропейской семьи языков уделяется протославянский и прославянский язык. И уже в Киевской Руси древнерусский язык становится средством общения. Но, Кристина, давай еще и не забывать про еще более важный аспект – славянскую письменность. Верно, но там все невероятно серьезно. Только потому, что появление письменности тесно связано с принятием христианства. А создание необходимой для этого азбуки или, как мы знаем, кириллицы принадлежит святым. Я думаю, ты знаешь, какими. Это равноапостольные Кирилл и Мефодий, конечно же, я знаю. Имя этих святых известно каждому со школы. И именно им все мы, носители русского языка, обязаны языком, культурой и письменностью. Кстати, о школах. Ты знал, что самые первые школы на Руси были учреждены еще в 1988 году в городе Киеве. Именно князь Владимир Святославович повелел в дворянских и боярских семьях собрать всех детей и отдать их в школы для обучения книжному делу. Ничего себе. Созданная князем Владимиром школа имела название книжное учение и являлась настоящим дворцовым учебным заведением. В ней обучали не только грамоте, но и другим наукам. Но представляешь, Дим, в те времена обучение считалось пыткой. Матери даже не понимали, куда они отдают своих детей. И именно потому они сильно оплакивали их и прощались, словно те уходят на верную погибель, словно на войну. Да, думаю, с тех пор многое изменилось, и больше матери не оплакивают обучение детей. Я очень на это надеюсь. Ну а как же на самом деле, предлагаю убедиться. Как известно, язык до Киева доведет. Но в нашем регионе скорее до Пекина. Школа иностранных языков Панда – именно то место, где выучить и китайские английские языки может каждый. Наша школа работает уже 8 лет. У нас более 300 учеников разного возраста. В этом году мы впервые дошкольников набрали, а так учащиеся с 1 по 11 класса и взрослые. Но в этом году у нас еще открылось направление японский язык и итальянский язык. Обучение иностранному языку невозможно без практики. Школа Панда регулярно предоставляет своим ученикам возможность укрепить знания. Хороший педагог – тот, который свободно владеет языком. Кроме педагогического образования, у каждого преподавателя за плечами большой опыт работы в стране носителей китайского и английского. Самое главное – помочь каждому ребенку, каждому студенту раскрыться. Потому что пока студент напряжен, он никогда не будет свободно говорить на английском языке. Здесь очень важна психологическая атмосфера. Два раза в год школа языков Панда организует кембриджские экзамены по английскому языку, а также экзамены по китайскому для школьников. Сотрудничество с Институтом Конфуция ДВФУ и со Школой Педагогики ДВФУ позволяют регулярно проводить для ребят конкурсы и олимпиады. Тетя занимается китайским языком. И когда я к ней приезжала в гости, у нее было очень много словарей, книжек, и мне было интересно тоже изучать его. Также я планировала, ну уже в будущее, да, что я буду работать в Китае. Каждую субботу ребят проходят мастер-классы по творчеству, топиарий, декупаж и выжигание по дереву. Мы будем играть сценку, репка на китайском языке, будет театр теней. 27 мая Школа иностранных языков «Панда» приглашает всех желающих на свой отчетный концерт в Дом культуры «Юность». Критина, как ты думаешь, что особенного в сегодняшнем дне? Ну, поделюсь с тобой. Лично для меня он особенен тем, что это один из самых великолепных праздников весны. Так как именно 12 мая ежегодно проходит фестиваль тюльпанов в Канаде, который стартует в Оттаве в первую неделю мая и длится около двух недель. Ежегодно в мае канадская столица просто утопает в разноцветном море тюльпанов, которые по давней традиции посылают в дар Канаде благодарные голландцы. Интересно, конечно, но не только этим. Ведь 12 мая довольно насыщенная событиями и праздниками дата. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. А еще в этот день Россия и страны бывшего СНГ отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого актуализация экологических знаний во всех науках и сферах человеческой деятельности. А еще я знаю, что 12 мая в братской нам Сербской республике ежегодно отмечают День армии. Вот это да! А еще День независимости Израиля отмечается в этот день. Это для них главный государственный праздник страны. В Израиле праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. Военные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется оснащение военно-морского флота. А также в этот день проходит фестиваль джаз-релли, или релли, я не знаю, в Дюссельдорфе он проходит. Это 80 концертов на 30 сценах, 500 групп исполнителей, которые на несколько дней превращают спокойную рейнскую метрополию в город музыки. Мне кажется, может все-таки ралли как-то связаны с машинами, движениями, ну это мои фантазии. А фестиваль проходит с 1993 года и каждый раз в разные дни во второй половине мая, в начале июня, в течение четырех дней. Причем поражает своими большими масштабами. Также сегодня именины отмечают Арсений, Василий. И, насколько я помню, Иван и Федот. Все верно ты помнишь. Русский язык сам по себе является наследием мировой цивилизации. И, как писал Николай Гоголь, поэты и писатели российские сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие до то ли небывалое. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык, а затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Русский язык 55 лет назад стал первым прозвучавшим в космосе. Хорошо подмечено, Дима. Кстати, раз дело пошло об исторических событиях, то немного по ним и пройдемся. А именно о 12 мая в истории нашей планеты. 12 мая 996 года или 1020 лет назад в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь, Десятинная. Кристина, откуда и почему она называется Десятинная? Все очень просто. Церковь во имя Пресвятой Богородицы была одарена десятой частью всех княжеских доходов, отчего и стала именоваться Десятинной. Десятая часть, как священная мера Ветхого Завета, давалась на соборные храмы в Византии и в русских землях. 12 мая 1945 года или 71 год назад открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Это один из крупнейших театров в России и по праву является архитектурным символом столицы Сибири. 12 мая 2004 года или 12 лет назад в Англиканской церкви введена должность веб-священника. Веб-кого? Ты не ошиблась. Веб-священника, тебе не послышалось. Потому что такая должность действительно существует и в обязанности веб-священника входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети. Кстати, Элисон Лесли, действующему женщине-священнику, было поручено опекать интернет-церковь, общину верующих со всего мира. Ну что же, очень необычные вещи происходили в то время. А что же нового и необычного у наших горожан? Смотрим сейчас. Партнер рубрики «Кафе Сунгари». Китайская кухня, вкусная еда, веселая музыка. Мы ждем вас всегда. Сегодня пошла в школу, встретила своих друзей и рада, что мы пошли вместе гулять. Ну я дома сижу, поэтому у меня все новости с детьми связаны. Ну, это же как хорошо. Радуют дети. Растут, взрослеют, радуются. Мы писали сегодня диктант по названию «Зайчьи лапы». И как, ты хорошо написал? Да, пять-пять. Я хорошо, контрольно написал. Ты школьник? Да. Скажешь. Ладно, на что написал? На пять. Молодец. Я сегодня был в школе. Меня взяли в сборную школы. Я этим очень рад. Привет. Здравствуйте. Поделись с нами хорошими новостями. Моя любимая футбольная команда выиграла и попала в Лигу чемпионов. Ты рад? Да. А у тебя какие хорошие новости? Да, у меня вся жизнь хорошие новости. Дима, у меня очень хорошая, просто фантастическая новость. Я вновь посмотрела один из своих любимых классических фильмов, просто нестареющую классику «12 студий». О, я тебя очень прекрасно понимаю. Мне и самому нравится этот фильм. Особенно эти колоритные персонажи. Взять ту же Эллочку-Людоедочку. Знаешь, например, какой у нее словарный запас? А вот догадываюсь. Я где-то вычитала, что словарь Эллочки-Людоедочки составлял 30 слов. Но ими она могла выразить любую свою мысль. Но мне кажется, это просто катастрофически мало для жизни. Ну что же, тогда у меня тоже хорошая новость. Я знаю, какой словарный запас для человека норма. И это, Кристина, около 3-4 тысяч слов. Конечно, мы говорим о современном образованном человеке. Но я считаю, мало иметь просто богатый словарный запас. Нужно еще и знать значение самого слова. Ну, я с тобой полностью согласен. Поэтому предлагаю провести небольшой эксперимент. Заруби себе на носу. Заруби. Нос – самая заметная часть тела. Потому что нос вперед идет. А если ему на носу за руку сделают, он же ее увидит, понимаете. Мы глазами же видим нос. Сам ты этого не будешь видеть, но все вокруг будут смотреть на твои носа и видеть это. Смысла вообще в этом нет. Носом называлась памятная дощечка. Или бирка. И нужно было зарубить, вероятно, какие-то сведения, которые нужно было запомнить. Даже неграмотные люди носили ее у себя на шее. Спиц-панталыку. Я слышать слышал. А что именно, я, честно говоря, не готов ответить. Типа печки, может быть, или сеновал. Что-то нехорошее. На слуху было, мы знаем, что это означает. Не знаю. Панталык, вероятно, так по созвучию, это была гора в Древней Греции Пантелик. В этих, так сказать, в этих горах добывали мрамор. И люди, которые туда попадали, уже не могли оттуда выйти. Потому что это были бесконечные лабиринты. Видимо, вот это сбить с Панталыку, и было почти умереть в этих лабиринтах. Подноготное. Подноготное – это то, что скрыто, и то, что должно быть известно. Своего рода резюме, наверное. Еще раз. Под ногтями, наверное, вот там вот. Под большим каким-то ногтем, наверное. Под очень большим. И секретным. Варианты есть? Подноготное. Слушайтесь. Ноготь. Это была пытка, казнь. Туда загоняли гвозди для того, чтобы человек высказывал все, что он скрывает. Ой, что такое лясо, не знаю. Я точить лясо. Точить десны. Дерево точить можно. Зубы можно точить. Какие-нибудь, ну, неправдивые истории. Получается, что, наверное, это сказки. Не знаете, что ли? Нет? Я тоже не знаю. Балясенками назывались изящные подставки под перила и лестницы. И нанимались туда не просто мастера, которые умели это делать, а которые умели еще петь и невероятно выразительно рассказывать. То есть точить, видимо, лясы. День придет, так и заботу принесет. Кристина, я слышу, ты прям пословицами заговорила. Ты прав, что не день, то новость. Вот сегодня узнала, откуда появились пословицы в русском языке. А ты не забывай еще про фразеологизм, они же крылатые выражения. Давай-ка обо всем по порядку. Пословицы появились очень давно. В образных и мудрых изречениях русский народ запечатлевал свои нравы и обычаи, а также едко и остроумно высмеивал свои отрицательные качества, такие как злость, жадность, зависть. А источником более поздних пословиц можно назвать различные произведения русских и зарубежных авторов. Например, в комедии «Горе от ума Грибоедова» есть несколько десятков фраз и выражений, которые впоследствии стали пословицами или, как еще принято называть, крылатыми выражениями. А судьи кто? Например? То есть неспроста все-таки китайское предупреждение самое последнее, успешное дело должно выгореть и, получается, за всем стоит историческое событие. Ну, а как же? А ты знаешь, мне еще очень нравится один классический фразеологизм «Что день грядущий нам готовит». Помнится мне он из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгения Негин» и принадлежит Ленскому. Ну, согласись, ведь философское изречение. Просто не могу с тобой не согласиться, но философствовать мало. Лучше прослушать гороскоп. Полностью с тобой согласен. Овны. Сочетайте напористость с гибкостью. В профессиональной сфере ожидает мирная и спокойная обстановка. Постарайтесь использовать возможность завязать новые профессиональные отношения. Сегодня тельцы смогут решить некоторые проблемы, которые уже давно их волновали. И смогут наверстать некоторые упущенные возможности. Близнецы. Сегодняшний день хорош для налаживания новых деловых связей и для развития текущих отношений. Можете даже попробовать возобновить старые выгодные знакомства. Раки. Сегодня удачный день для деловых и семейных отношений. Мирный конструктивный диалог. Именно он поможет укрепить ваше положение. А вот у Львов день подходит для деятельности, связанной с поездками или поиском. В работе стоит больше внимания уделять общению с коллегами. Это может помочь в вашей деятельности. Сейчас вот гороскоп про меня. Девы. В этот день не стоит бояться особого риска. Не бойтесь принимать оригинальные решения, которые сегодня принимал, по-моему, очень много. Это касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. Наматай на ус. Сегодня весам стоит быть более практичным. Уделите больше внимания конкретной реализации своих идей, их плюсам и, что еще важнее, минусам. Скорпионам этот день стоит посвятить налаживанию и улучшению крепких связей с вашими партнерами по работе. Больше сотрудничества, меньше конкуренции. Это залог вашего совместного успеха. Стрельцы. Будьте прагматичны. Используйте конкретные факты здравомыслия для отстаивания своих позиций. Не бойтесь противодействия. Сегодня шансы на это минимальны. Рабочий день козерогов будет проходить в привычном рутинном ритме, который они могут улучшить путем применения оригинальных и творческих решений. Не опасайтесь неприятных случайностей. Сегодня это вам не грозит. А вот водолеям сегодня не следует особо рассчитывать на помощь других в решении ваших проблем. В одиночестве вы сможете точнее сконцентрироваться на главном. Сегодня рыбам стоит попробовать взглянуть на все волнующие их проблемы с другой стороны. Постарайтесь определить для себя главное и посмотреть на него под другим углом с высоты приобретенного опыта. Партнер рубрики «Салон Приморская мебель». Внимание! Мы переехали и ждем вас по адресу. Улица Плеханова, 75, торговый центр «Теремо». Меня вот все-таки очень часто мучает вопрос. Почему же так важно грамотно и правильно говорить? Я думаю, что все очень просто. Ведь от умения правильно и грамотно выразить свою мысль зависит успешность или неуспешность в личной жизни, на работе, в значимых для человека ситуациях даже. А ты знал, что у филологов есть такая шутка? Поговори немного и я скажу, кто ты. Действительно ли так это на самом деле? Хотите узнать? Оставайтесь с нами. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях гостья с очень необычной литературной фамилией. Угадайте, какая? Да чего угадать, это Куприна Наталья Владимировна, ассистент кафедры русского языка, литературы и методики преподавания школы-педагогики Дальневосточного федерального университета. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы принимали участие в подготовке к тотальному диктанту. Расскажите, чем закончился такой эксперимент в нашем городе? Ну, тотальный диктант — это ежегодная акция, которая проводится с целью привлечения внимания к вопросам грамотности населения. И ежегодно наша кафедра русского языка, литературы и методики преподавания организует и проводит тотальный диктант. Накануне тотального диктанта проводятся подготовительные занятия, и я непосредственно принимала участие в проведении этих подготовительных занятий. Подготовительные занятия проводятся совершенно бесплатно, и посетить эти занятия может любой житель нашего города. Да и не только нашего города, а любой житель Приморского края и вообще России. А там сколько было подготовительных занятий? Было три подготовительных занятия, проходили они по субботам с 9 до пол-11. А любой желающий мог прийти вот так подготовиться? То есть не с бухты барахты сел и изложил то, что умеешь, а пришел, подготовился? Или исключительно ваши студенты? Нет, любой желающий. Приходили школьники, которые только осваивают, узнают нормы русского языка, орфографические и пунктационные, которые предстоит им проверить на тотальном диктанте. И приходили люди уже более старшего поколения. А вот какого возраста? На вскидку? На вскидку 60-70 лет даже. 60-70 лет, интересно. А дети, самый порог нижний по возрасту? В этом году только были школьники 10-11 класса. В прошлом году приходили дети 7-8 лет. Мамашечки, то есть маленькие. Получается из всего нашего города, который, ну по средней оценке это 145 тысяч человек, у нас пришло 155, да, на каждую тысячу по человеку. В среднем, да. Это хороший результат, я думаю. А какой результат они показали в самом диктанте? К сожалению, в этом году нет ни одной пятерки. 11 четверок всего. Это просто Кристина не пришла на диктант, так бы у вас была пятерка. Мы Кристину будем ждать на следующий год обязательно и вас тоже, Дмитрий. Наталья Владимировна, профессия филолога как-то накладывает отпечаток на вашу частную личную жизнь? Вот вы куда-то едете или отдыхаете, вы обращаете внимание на вывески, на рекламы, что происходит вообще вокруг вас и грамотно ли там все написано? Да, я постоянно на это обращаю внимание, порой я даже себя за это ругаю, но тем не менее не могу не обратить на это внимание. В городе наши жители допускают ошибки и в письменной речи, и в устной. Если мы будем говорить о письменной речи, то здесь мы должны сказать об орфографических и пунктационных нормах. И очень часто неправильно пишут, не с разными частями речи, даже вот на ценниках или на наружной рекламе, на каких-то объявлениях. Одна-две в разных частях. То есть у нас в Уссурийске где-то встречали такую рекламу, где прям ошибки? Лично встречала конкретно в магазине, было написано плавленый сыр с двумя буквами «Н». Хотя это от глагольного прилагательного, образовалось от глагола несовершенного вида, без приставочного нет зависимых слов. Это от глагольного прилагательного, мы должны написать одну букву «Н». Или обратите внимание, на нашем цирке висит большая… Висит, я помню, висит там большое. В нашем цирке висит большой плакат с рекламой арендоздания «Недорого». Причем «Недорого» написано раздельно. Хотя это наречие на «О», которое мы можем заменить синонимом, оно пишется слитно. «Недорого», то есть «дешево». Я так предположу, что это такой особый маркетинговый ход рекламы, дабы обратить на себя внимание, специально допускаются ошибки. Ну, будем считать, что так пока что. А вот что касается вашей коллекции, вот вы говорили, что коллекционируете прямо эти ошибки, фотографируете. Насколько она уже разрослась в масштабах и продолжаете ли вы эту деятельность? Коллекция еще небольшая, только недавно стала коллекционировать такие вывески. Да, потому что постоянно встречаешься, сталкиваешься с огромным количеством ошибок, и я решила их собрать. И потом можно со студентами, анализируя эти ошибки, написать интересную бакалаврскую работу выпускную. Скажите, а вы вот своим студентам не задаете искать ошибки? Потому что у меня как-то было такое задание, учусь сама на журналиста, и поэтому подбирала перечень ошибок в рекламе, в телевидении. Бывает, мы даем студентам, не только я, но и мои коллеги, которые преподают другие дисциплины. Вот в частности, у нас на кафедре преподается такая дисциплина, как современные процессы в русском языке 21 века. И преподаватели дают задание, обратите внимание на вывески, обратите внимание на объявления, какие ошибки допускаются, случайно ли встречаются эти ошибки, или это же, как вы говорили, Дмитрий, маркетинговый ход какой-то. Потому что буквально еще в прошлом году на въезде в Уссуриск висел большой рекламный щит, на котором было написано «Организуйте свой отдых с Арго». Была представлена пачка сока, и написано было «Аргонизуй» крупными буквами. «Аргонизуй». А, это такой каламбур, да? Здесь уже понятно, да, что это языковая игра с целью привлечь внимание. Сейчас мода использовать иностранные слова. Если раньше мы, например, могли сказать «Сегодня состоится небольшая пресс-конференция, посвященная какому-то одному вопросу», то сейчас уже модно говорить «брифинг». Есть такое, да. И спикер, и брифинг, и прочие вещи. Да, спичмейкер и так далее. У нас, оказывается, сегодня на работе в 5 часов будет брифинг. Оказывается. Можно будет прийти и сказать «Мы на брифинг». Кто здесь главный спикер? А если мы будем рассматривать весь исторический период развития языка, то выделяют два ярких периода, когда к нам активно хлынула иноязычная иностранная лексика. Это период Петра Великого, когда у нас из Голландии… Опять же, мода пошла на это. Мода, да. Ну и появлялись, естественно, новые какие-то предметы, какие-то явления. Не было им замены, не было каких-то аналогов русских для того, чтобы назвать то или иное слово. Естественно, появлялось, заимствовалось другое слово. И второй этап как раз-таки наблюдается сейчас. Это вот язык 21 века, когда к нам вновь хлынуло огромное количество вот этой заимствованной лексики. Тогда вот на фоне этой информации, Наталья Владимировна, как Вы считаете, хлынет ли когда-нибудь русский язык в мир, в массы и потеснит иностранное? Можно ли этого ожидать ввиду того, как наше государство развивается во внешней политике и так далее? Я думаю, что русский язык – это великий, могучий язык. И кто бы ни говорил о том, что русский язык вымирает, он никогда не вымрет, пока мы на нём говорим. Мы носители языка, мы на нём говорим, значит ни о каком вымирании речь даже не может идти. И мы обучаем на нашей кафедре русского языка, обучаем иностранных студентов, а именно в основном китайские студенты. И они в своей речи очень часто употребляют русские слова, не заменяя их китайскими. Слова ведро, водка традиционные. Поэтому русский язык всё-таки… Ведро, водки, для китайцев это традиционно. Хлеб. Единственное, они немного по-другому произносят. Хлеба, они говорят. А так используют наши слова они. Наталья Владимировна, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Рассказали так много нового о русском языке. Подвели черту, над чем нужно работать нашим горожанам. Да, я думаю, что так подробно рассказали, что у многих наших зрителей проснётся желание ещё больше погрузиться в познание великого и могучего русского языка. Вот и мне даже захотелось. На следующий год придёшь на тотальный диктант? Проверим и мои знания, и тебя приглашаю туда. Обязательно. И вас всех приглашаю, наши уважаемые телезрители. Вам спасибо ещё раз, Наталья Владимировна, и до новых встреч. Спасибо вам за приглашение. Я очень рада была прийти к вам и поговорить, побеседовать с нами. Пока. Wow, you were bad. You suck at Russian. I think I got this. So it's, um, no, no, wait, no, no, can I do it again? Here's to justice. Justice, here's to justice. We live for justice. Justice rocks. No, justice. That's not fair. You have a louder voice. It just sounds better. You have to scream it. You grow up, you build real true, no. Yeah. You're really good at that. Are you Russian? So Russian. Русский язык стал общепризнанным мировым языком середины 20 века. Его мировое значение обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на котором создана величайшая художественная литература. Как же я люблю нашу русскую классику. А еще русский язык – это один из индоевропейских языков, родственный многим славянским языкам. Многие слова русского языка вошли в языки народов мира без перевода. Эти заимствования из русского языка или через него наблюдались с давних пор. Еще в 16-17 веках европейцы через русский язык узнали такие слова, как «Кремль», «Царь», «Боярин», «Казак», «Кафтан», «Изба», «Верста», «Балалайка», «Копейка», «Блин», «Класс» и многие другие слова. Позднее в Европе распространили слова «Декабрист», «Самовар», «Сарафан», «Частушка» и другие. Как свидетельство внимания к изменениям в общественно-политической жизни России, в языки народа мира вошли такие слова, как «Перестройка», «Гласность» и другое. Богатство русского языка и созданной на нем литературы вызывает интерес к этому языку во всем мире. Его изучают не только студенты, школьники, но и взрослые люди. С целью оказания помощи и в обучении русскому языку за пределами нашей страны еще в 1967 году в Париже была создана Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. А еще русский язык поистине уникален. И так сложилось исторически, и остается до сих пор, что русский язык в мире – это как узнаваемый бренд. К которому относятся с уважением и даже иногда с опаской. К примеру, для многих русский язык стал своего рода защитой. И вот, что мы имеем в виду. Внимание на экран. Сейчас я живу в городе Нью-Йорке, но вы знаете, это прямо здесь. Я уже шесть лет здесь живу, и с самого первого дня дико боюсь, что меня ограбят. Постоянно. Типа каждый раз, когда выхожу на улицу, думаю, ну вот оно. Сейчас у меня все-все отберут. Я борюсь со своим страхом с помощью одной хитрости и использую ее каждый раз. Если мне показалось, что кто-то может меня избить и ограбить, я изображаю русский акцент. Пожалуйста. Работает гениально. Вот я домой возвращаюсь поздно вечером, два таких опасных негрилы подходят. Эй, пацанчик, ты чё районы попутал? You think this bad neighborhood? Из всех белых русские самые пугающие. Они заслужили это. Я их так боюсь, что гарантирую, если я вдруг потеряюсь, ну то есть совсем потеряюсь, я никогда не спрошу русского дорогу. Ну типа я такой, сэр, помогите, пожалуйста, помогите. Где тут метро? The subway? Walk down street and turn corner. Да ладно, забей, лучше я сгину здесь. Огромное всем спасибо. Русский язык оставался и есть сейчас языком поэтов и прозаиков, языком культуры и средством передачи народного достояния огромного культурного наследия от поколения к поколению. Закрадывается ощущение, что сейчас русский язык недооценен, и его роль занижена, а то и вовсе им только и пользуются в своих корыстных целях современного общества, оставляя темные пятна бранных слов, замещая англоязычными и другими словами иностранных словарей, интернет-жарганизмом и простословием. А ведь секрет русского языка в том, что он удивительно гибок и богат. Им могут общаться все сословия, одно и то же слово может звучать в десятках вариаций и значений. В чем секрет русского языка? И почему мы так любим русский язык? Отвечали на эти вопросы Кристина Радченко и Дмитрий Челиков. С вами была программа «Наше всё». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова